Меня зовут Дима Козлов, я работаю в Альфа-банке, занимаюсь интернет-банком для бизнеса, 13 лет уже так или иначе в банкинге, делал Альфа-кэмп оба, первый, второй, три года трекер заочного акселератора и есть небольшое СВО диджитал агентство. Давайте сегодня поговорим про акселерацию. Зачем она нужна? Цифры такие банальные, много раз о них все слышали, но только есть, что 5%, 3% проекта выживают, на самом деле другая статистика, 92% стартапов умирают в первые 3 года, там такая затухающая штука и 74 из них умерли из-за того, что преждевременно начали масштабироваться. Не стал заморачиваться. Кто видел вот эту картиночку? Про что она? Про что она? Да. Здесь основная история в том, что многие начинают, приходят во фри стартапы, начинают делать сразу вот отсюда, в пунктирной линии. Типа давайте мы сейчас заходим, а самое важное пройдет этот путь. Пройти путь, ну там, понимание проверки, гипотезы, понять, как ты клиентов будешь искать. Для чего нужны деньги стартапов, кто знает? Маркетинг. Зачем маркетинг? А то есть, чтобы понять свою аудиторию. Кому нужно вообще платить? Давай так, сколько ты должен поговорить с людьми, чтобы понять свою аудиторию? Ну, порядок. Наверное, несколько месяцев. Не-не, сколько клиентов? Наверное, может, около тысячи. С тысячей клиентов поговорить. Ну, наверное, да. Разумно, но я чуть попозже к этой теме более детально вернусь. Знаете такие волшебные компании, да? С чего начинал Facebook? Кто знает? Со школьных форм. Не школьные, университетские. Что он делал? Да, фотки сравнивали с девушек. Насколько я помню, у них фотки девушек, он показывал, ну, как бы, свободно она или нет. Ну, там, типа, в свободных отношениях с кем-то встречается. Как вы думаете, если бы он пришел к инвестору и попытался описать все, что сейчас есть в Фейсбуке, сказал, дай мне денег. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, возвращаясь, там, к 30-секундному разговору, сколько ему потребовалось денег, как ты думаешь? Ноль практически. Ну, да. Вот тот логотипчик, знаете, да? С чего начинали? Кто знает? Не знаете? Это была семейная забегаловка около дороги, которая продавала полноценные себе обеды. Там стейки были, там, ребрышки. Ну, такое прям можно было позаморачиваться. Детьми приходили. А потом пришел новый управляющий, ну, то есть купил кафешку, пришел, начал смотреть и обнаружил, что больше всего денег в кассе делают дальнобойщики, которые прибегают быстро, через то, там, сожрать и дальше уехать. Он убрал все лишнее, которое долго готовится, ставил бутерброды. К чему это привело, тоже все знаем. Так что дает акселерации? Я для себя пометки делаю. Вопрос к вам. Как вы думаете, что она дает? Быстрый тест гипотезы. Так, очень хорошо. Сейчас. Ну, в целом, да, хороший тест гипотезы, это хороший КСД, побежать в рынок, проверить. Это не тысячи людей, но есть определенная статистика, которая показывает, что для того, чтобы вскрыть проблему, если ты действительно пошел в аудиторию, у которой есть эта проблема, достаточно поговорить с 15% и с вероятностью в 90% ты ее достанешь. Ну, прямо вот найдешь. А если ты пошел, ну, там, условно говоря, поговорил с 10%, и тебя купило 5% из 10%, ну, 50% конверсия, кажется, неплохо и нужно масштабироваться. Если поговорил с 20% и не купил никто, лучше не надо. Ну, опять же, зависит от бизнеса, но ощущения такие, что лучше туда деньги не вливать. Не сжечь ресурсы, свои или инвестора. Потому что, вот, фришные проекты, да и не только фришные, очень часто приходят, там, команда разрабов сидит, человек кредит взял или, не знаю, там, семейные деньги сжигает, или сам как-то накопил, они усиленно пилят продукт. Приходят ребята, показывают, помню, логистика транспортная, показывают огромный портал, который рассчитывает стоимость, там, прямо вот, регистрация, вот, все. Я прямо смотрел, думал, блин, вообще, это же стоит там 1300, наверное, просто, если в рынок пойти. Ни одного клиента пока пилят. Это потому, что вот, вот здесь они пришли, вот, вот это не проверили, не попродавали без MVP. Пошли, типа, сейчас мы напилим. Это ж круто. Кто это там, блин, Атору? Как? Да, но есть другая. Я ее имел в виду. Мы когда делали первый альфа-кэмп, она у нас прямо в голове все время была, фокус, фокус. Ну, потому что приходит человек-основатель такой, ты говоришь, что будешь делать? Он такой, я сейчас пойду, поговорю с клиентами, сделаю еще одно обновление, там, не знаю, приложение в App Store, сделаю сайт, еще и говоришь, а сколько у тебя в команде? Я один. И как бы он такой распыляется, через деле приходит, он чуть-чуть всего поделал и остался примерно там же. А через пару месяцев он до конца ничего не довел, а мотивация упала. Ну, это как бы свойство человеческого мозга. Типы акселей, куда приходят? Первая история, это про корпоратов. Это, ну, либо внутренний, либо когда корпорация работает с внешними проектами. Был, ну, в России первый начинался толстой кэмп от Яндекса, кто знает. Вот, отлично. Второй Альф подхватил как раз два Альфа Кэмпа, я подробно расскажу, там, на вопросике признаю, какие подводные камни были. Вторая история, это венчурные, это, ну, фонды, которые вкладываются в стартапы, потому что им интересно на них зарабатывать. Ну, как бы, все равно всем движут деньги. Да, сделать рынок лучше, да, накачать предпринимателей навыками. Но деньги тоже важны. Давайте подробнее про корпоративный аксель. Как вы думаете, какая у них цель? Так, еще. Я потом просто, ну, пример буду рассказывать. Я знаю хорошо, что было внутри Альфа-банка. Два кэмпа мы два года это делали. Что в других не расскажу, ну, могу. Накидайте еще, что здесь может быть? Вскрыть больше проблем. Так, что? Возможно. Еще? Так, окей. Это вот зачастую стартапы бизнеса, все про это. Опыт Альфа-кэмпа. Мы сначала пытались пойти в историю. Первый Альфа-кэмп, это 2014 год. Я очень хорошо помню встречи, которые были про обсуждение, нас собирали. Так, ребята, зачем вы это делаете? Ну, прям такой вопрос звучал. Ответа не было. Ну, просто хотелось попробовать, просто казалось, что это какой-то новый тренд. Вы даже не можете прийти и сказать, дайте мне денег, я просто хочу попробовать. Мы сейчас вот на рынке пошумим. И мы начинали нести всякую, ладно, я начинал нести всякую фигню. И серии попиарится, вот эта вот вся история. Прозвучала от коллеги моего очень фраза хорошая. Она говорит, купите бабушке квартиру. Кажется, пиара будет больше. И мне нечем было крыть. Я не помню, как мы обосновали, что давайте попробуем. Там пришли партнеры, спонсоры, которые помогли нам издержки сильно сократить. Нам хватило на то, чтобы попробовать. Но в целом, если как бы вот на момент начала этой истории Альфа-банк не понимал, зачем им нужно было поиграться. Мы попробовали думать, ну, давайте посмотрим свежий взгляд на существующие проблемы. Нифига. Ну, то есть прям финтех. Кто знает, что такое Альфа-кэм? Кто помнит его? Толстого больше знали. Окей. Это был такой финансово-технологический акселератор. У нас проекты должны были придумать что-то связанное с банкингом, как можно было в банкинг это как-то интегрировать. Мы хотели подумать, что могут накидать стартапы. Тема сложная, ничего не накидали. Ну, то есть приходили, это были либо этот personal financial management, давайте посмотрим, на что вы деньги тратите. Либо просто какие-то P2P-переводы, кредитования, ну, что-то из этой серии, причем какие-то космические мысли. Вторая идея была, которая не оправдалась, что давайте мы найдем проекты, которые внутри Альфы сделают что-нибудь. Ну, вот, как бы, не войдут сотрудниками внутри Альфы, а вот рядышком, как партнеры, все равно тоже что-нибудь сделают. Тоже не оправдалось, не хотят так. То есть это все равно нужно отдавать или отсюда часть прав, это все равно какое-то управление. Вы согласитесь, люди делают стартап для того, чтобы, ну, это его детище, не хотите его потом в рабство отдавать. Воронка была, 14-й год, если кому интересно. Это первый Альфа-Кэмп, у нас 400 заявок пришло, пригласили 40 проектов, дошло до финиша 15. Жемчужину мы называли, это проекты, которые мы прям сильно верили. Прям такие, вау, клевые. Пилотов было ноль, и в итоге стал один партнер. В достаточно долгой перспективе получилась команда, которая ушла с середины Альфа-Кэмпа, потому что они были сильно крутые. Альфа делал приложение Sense, может быть, знаете, а-ля мобильное приложение, аналог Альфа-Мобайла. Там была технология, Sense пытался предугадывать, что ты будешь делать. Если ты каждый месяц платишь кому-то, переводишь деньги, например, за квартиру, он тебе предлагал напомнить. Ну, ты открываешь, он говорит, кажется, пора переводить. Вот ребята делали такую аналитику. Во втором кэмпе стало гораздо интереснее, но воронка продавала побольше в два раза, 888 заявок. В итоге у нас пилотов запустилось 8, ребята, которые полноценно запустили какой-то бизнес и встали в той или иной интеграции с Альфа-Банком хотя бы даже на электронной коммерции. И три партнера. Ребята попытались запуститься. А что изменили с 2014-2015 года, чтобы улучшилось показать? А я сейчас расскажу. Там следующая тема. Мы тоже экспериментировали. Смотри, как работали со стартапами. В первом Альфа-Кэмпе мы думали, что это будут инвестиции. Альфа-Банк не имеет никакого фонда. Альфа-Банк, ну, как бы вообще банки не могут входить капиталом или отчуждать у кого-то часть компании. Поэтому у нас была наша гипотеза, что давайте мы попробуем давать денег. Ну, там придумаем какой-нибудь договор, на основании которого Альфа-Банк заплатит денег, а проект что-то нам за это сделает. В общем, нет. Прям очень плохо работает. Мы на это все дело посмотрели. И во втором Альфа-Кэмпе, как раз про твой вопрос, сказали, а давайте мы как бы ничего не предлагаем, денег не даем, но мы даем наши мощности. Если вы что-то делаете, что будет интересно нашим клиентам, мы нальем вам наших клиентов. Мы подключим наш маркетинг, мы подключим нашу экспертизу, мы подключим все наши компетенции. Если вам это поможет сделать ваш бизнес и сделать жизнь клиентов наших общих, возможно, лучше. И сработало ровно так же. Никто не говорил, типа, блин, а деньги будут? Они такие, о, клиентов нальете, то, что надо. Ну, то есть прям отлично залетало. И это как раз вот, ты говоришь, что поменялось. Ну, плюс состав партнеров поменялось. Что мы сделали? Альфа-Банк был не готов. Это достаточно большая работа внутри компании. Сейчас. Это отсылка к тому, помните, я спрашивал, зачем это нужно вообще бизнесу. Вот мы поняли, что не нужно. Мы думали, что сейчас мы как бы крикнем внутри банка, и ребята, приходите сейчас. Возможно, придут стартапы, которые помогут вам развить ваш бизнес. У нас действительно пришло очень много человек. Пришли люди, сказали, которые нам интересно, давайте мы сейчас вместе с вами подбираем стартапы. А потом поняли, что там, оказывается, нужно работать со стартапами. Оказывается, им нужно что-то рассказывать, что-то там делать. И говорили, ну, стартап, кажется, не тянет, и уходили. Вот мы как организация оказались не способны это переварить. Ну, то есть идей полно внутри нас самих. Руки, но, как бы, я рассказывал, что руки не прижились. Нужно либо самих нанимать, ну, людей прям в штат. Нанимать, как бы, приглашать стартапы, чтобы они за тебя что-то делали, не катит. Это не та сфера. ВВ2. Все сложно. Знаете, такой статусик есть в ВКонтакте. Вот мы посмотрели, что, во-первых, безумно дорого. Это аренда помещения. Это вот этот формат взаимодействия. Когда ты ходишь, у тебя человек 7 фуллтайм на полтора месяца выпадает из рабочих будней. Ну, своих обычных обязанностей уходит работать со стартапами. Результат, который дают стартапы, придут года полтора. Мы думали, что это будет, там, месяц, три, полтора года. Про то, чтобы отследить, что же наконец-то получилось. Ну, и ошибка в целях. Мы хотели пошуметь, мы хотели проверить. По факту, ну, нам оказалось это не очень интересно. Именно поэтому после 15-го Альфа-Кэмпа мы поняли, что тот формат, который мы делали, мы не будем повторять. Ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе. И нас устраивает формат взаимодействия с другими акселераторами, венчурными. Например, тот же Free или GNS, когда мы приходим и говорим, а дайте, пожалуйста, нам определенный, давайте, трекшн сделаем в финтех. Как бы у вас экспертиза, у вас опыт, а от нас какие-то узкие специалисты, и потом мы с этими стартапами что-нибудь поделаем. Это сильно дешевле, даже с точки зрения внутренних ресурсов. Тем не менее, корпоративные акселераторы сейчас больше трансформируются в внутреннюю прокачку. Кто знает, что сейчас такая профессия, продуктованеры. Такие маленькие стартапы внутри компании. Ну, пока не так все нансируют. Я не очень верю, что в больших корпорациях это именно так, такой мини-сио. Нет, там сложная комбинация. Но тем не менее, сейчас многие корпорации делают внутренний акселератор для того, чтобы развивать компетенцию стартапера, продуктованера внутри компании. Яндекс сейчас в этой истории идет. В Альфа-банке отдельно выраженного внутреннего акселератора с каким-то отдельным названием нет. Но работа по взаимодействию на мозги продуктованеров идет, кипит. Венчурный акселер. Это вот фри. Ребята, которые хотят, ставят своей целью получить портфель. Заработать денег на этом. Знаете, кто знает, как венчурный фонд работает? Для тех, кто не поднял руку, либо стесняется, либо не знает. Компания входит, венчурный фонд входит в долю компании. Компания потом кратно вырастает. Фонд может из нее выйти. И вот этот кратный рост покрывает все расходы на другие проекты. Чем точнее фонд выбирает, кого войти, тем потом получается выгодно. Фонду интересно, крайне важно на этой кривой дотащить вас до этого, когда вы начнете кратно расти. И вот здесь дать денег, чтобы вы прямо клюшка и выросли. Очевидно, что если вы строите сеть стоматологических клиник, наверное, это будет не очень интересно, потому что вместе с ростом бизнеса у вас будут расти сильно расходы. Еком из этой же серии склады, логистика, закупка. Извините, если вы делаете что-то похожее на Facebook, любой другой IT-проект, это может быть очень-очень перспективно и интересно. Сейчас, секунду. Если вы стартап, знаете, такая вот штука, от многих слышал. В Аксель берут, в Аксель нужно попасть, чтобы сделать хороший продукт, но в Аксель берут только если у тебя хороший продукт. Это как на работе. На работу берут только есть опыт, чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу. Например, та же самая история. Многие спрашивают, а что, как? Что, невозможно в Аксель попасть? Можно. Основной принцип – это здравый смысл. Никто не требует каких-то суперрезультатов. Бывает, приходит проект, знаете, такой вот. Я сейчас построю Facebook, причем в той версии, в которой он сейчас, прям с нуля. Такой космолет, звезда смерти. Ну и понимаешь, что там нужно вбухать миллиона три, и тогда, возможно, получится прототип, который можно будет использовать. И это сложно, но это все обычно, знаешь, так, с большим трудом подходит. Потому что непонятно, как с венчурной историей, когда там будет кратный рост, и насколько велика вероятность того, что они там вырастут в несколько раз, и можно будет денег заработать. Строите гипотезу. Гипотезу можно проверить быстро. Буквально там, ну, я верю, что гипотеза проверяется за неделю. Любая. Кто может придумать гипотезу, которая проверяется дольше? Давайте попробуем разобрать. Давай. Геномодифицированные продукты приводят к раку. Это не гипотеза. Ну, в смысле, ты сформулировал как утверждение. Нет, это гипотеза. Она требует утверждения. Она не попрощает. Только вам протребуется 3-4 поколения вперед. Ну, смотри, ты приходишь к людям. Сейчас, я переформулирую. Тогда гипотеза звучит в том, что люди озабочены тем, что сейчас много на рынке ГМО, и они боятся, что это приводит к раку. Как ты думаешь, как эту гипотезу можно проверить за неделю? Маркетинг-главкос. Ну, или ножками пойти. Ну, или ножками. Да, подтверждение медицинское – это 3-4 года. Да, наверное, MVP будет долгим. Ну, в смысле, MVP, наверное, коротким, но насколько оно будет действенным, ты сможешь измерить через 3-4 поколения. Но проверить, что люди заморачиваются на этот счет и готовы покупать что-то более эко. Да. Давай. Еще? Да нет, нет, я про этот пример не самый удачный, наверное. Может, в контексте что-то стартапов разговариваешь? В контексте для вывода. Смотри, самое сложное. Вот приходят стартапы, говорят, у меня алгоритм. Ну, то есть алгоритм нельзя сделать. Алгоритм – это человек, ты его придумал. Ты, как бы, самый простой MVP, ты приходишь к своему потенциальному клиенту, садишься рядом. И, как бы, делаешь это за клиента. Да, там появляется дискомфорт, что ты приезжаешь, или тебе нужно что-то отправить, лак по времени. Ну, не принципиально. Я согласен с тем, что бывает сложно сделать MVP, когда у тебя ценность в том, что ты делаешь это быстро. Например, голосовое распознавание. Ну, тут нельзя, типа, запишите мне речь, отправьте в WhatsApp, я вам вечером, может быть, завтра пришлю. Но сложно. Там иногда бывает, что таких случаев, правда, мало. Их один на сто, может быть, ну, так, по моим ощущениям. В большинстве случаев, правда, все проверяется очень быстро. И вот в Альфе, когда мы тестируем гипотезы, даже в Альфе гипотезы можно проверить быстро. Если у человека потребность, ну, ему там нужно много платежек заполнять, давайте сделаем стажера по садям, которому будут звонить и надиктовывать. Если им будет в кайф, они прям такие, ааа, круто, оставьте этого стажера нам, пожалуйста. Масштабируем, подключаем распознавание голоса и прочее, 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 прочее. Если нет, то даже кодить не надо. Это вот то, про что мы говорим. Первые продажи, тесты, гипотез делаются ногами. Я, поскольку в сфере интернет-маркетинга, у меня первая знакомая в этой сфере появилась компания, которая тоже делала сайты, рекламу, так вот они первые два года существовали без сайта. Компания, которая делала сайты, два года продавала сайты без сайта. И нормально продавала. А как люди жили, когда не было интернета? То есть как-то, что они обходили, телеграммы ногами. Если вы, правда, умеете донести до человека ценность, то интернет – это инструмент, который позволит это ускорить. Если у человека болит голова, и вы ему приходите и даете таблетку от головной боли, кажется, он купит ее и так. Про ценность Олег что-то попозже будет рассказывать. Улыбчивый человек на заднем ряду – это он. Без команды программистов можно проверить. Вот я уверен. Все гипотезы можно проверить руками одним, ну максимум двумя человеками, вот через e-mail, через телефон. Если у кого-то еще идея возникла, долгая гипотеза, давайте. Правда, интересные кейсы, они сильно сознание трансформируют. Нет? Жалко. Сделать. Да? Так, вздохнул, может быть. Сделайте ручную, устойчивую, масштабируемую продажу. Ну то есть научитесь продавать. Поймите, что если вы придете к клиенту, зная, где его найти, и скажете определенные слова, ну прям скрипт, он у вас с вероятностью в 40% или сколько-то процентов купит. Как только вы это сделали, все, масштабируйтесь. Да, делайте лейдинг, пишите там эти слова, наливайте трафика, тестируйте каналы, Яндекс, Google, Facebook, ВКонтакте, холодные звонки, не принципиально, их миллион. Но только после этого. Потому что если вы этого не сделаете, и будете, знаете, многие приходят, давайте мы сейчас лейдинг сделаем, нальем трафика и проверим, будут ли покупать. Такой вариант возможен. Только вы поймете из этого эксперимента только одно, либо да, либо нет. Вы не поймете, почему клиент не покупает. Вы не поймете, почему он покупает. Вы не поймете, как на это повлиять. И очень много проектов приходят, как бы просят денег, вливают в рекламу, масштабируют у себя убытки. Это типа и только потом деньги, и если вы экономику не считаете, то вы можете смасштабировать убытки. Анекдот есть такой, когда очень хорошо эту моделируют. Человек приходит, говорит, я бизнес придумал. Говорит, какой? Я, говорит, рубль продаю за 98 копеек. Он говорит, да, а где здесь прибыль? Не знаю, наоборот, и пруд. Вот, как бы, кто в акселераторе работает, он этим анекдотом не смеется. Так очень часто бывает, прям вот, ух, сейчас нальем. Фига, как минус миллион. А что так? Не посчитали. Что-то разъехалось. Это к тому, что вот вы, многие проекты приходят, нам вот, типа, акселерационная программа нафиг не нужна, дайте денег. Не исключено, что дадим. Но давай сначала посмотрим, что ты правда умеешь всю эту историю делать. Историю с проверкой, ты как бы понимаешь. Если человек приходит, раскладывает все это там за неделю, окей, там дальше следующий этап, почтный акселератор, там деньги и все, вообще счастье. Или солью тебе весь бюджет. Я специально показал, куда. У каждых проектов по-разному. Кто-то правда закладывает машины, квартиры, кто-то приходит, говорит, да я тут денег дали пару миллионов. И сливает их. Есть проекты, которые говорят, да, деньги пока есть, пускай команда поработает. Но мне кажется, что люди просто боятся людям сказать, что они больше не нуждаются в их услугах. И проще платить по 100 тысяч ежемесячно за двоих программистов, например, чем пойти сказать, ребята вы уволены. Но это их деньги. Лично я не считаю их в чужих кошельках. Для того, чтобы это сделать, ну вот правильно прозвучало, кто из этого оброшли, показ 9, вы, по-моему, да, сказали. Показ 9 это зачастую прям такой выход из зоны комфорта. Пот на ладошке, ты звонишь. На трекшн-митингах мы на этой неделе, по-моему, проекты просили звонить прям в трекшн-митинг. Все, мы замолкали, включали громкую связь. Это очень волнительно. Я первые звонки делал как бы в кругу друзей. Ну, мы пытались что-то вместе развивать. Таким наспор, ну, что, позвонишь. Сейчас. Алло, здравствуйте. Потом кладешь трубку, такой, да, я сделал. Давай. Теперь тебе слабо. Так вот, ну, это правда помогает. Так, ну, такой драйв особенно, такой мужской коллектив. Друга подзуживать. Хорошо работает. На 20-й раз уже приедается, и ты уже нормально звонишь. Сначала очень ссыкотно. Ну, и такое финальное. Да, если вы пойдете в акселератор, трекеры не злые. Тролли, возможно. Троллим жестко. Но как бы по-доброму. Правда, стараюсь как бы помочь. Ну, есть такая. Все, что вы не подтвердили рынком, это ваша галлюцинация. Так вот, мне хочется пожелать, чтобы все ваши галлюцинации были реалистичными. Вы дерзаете и как бы развиваете рынок и предпринимательство в России. Вопросы? Приложился, нет? Да, дорогие друзья, давайте вопросы. Начнем с них. Можете писать, кто стесняется в приложении. Да, давайте первый первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Приложник Николаевич. Спасибо за вашу презентацию. Вот вопрос, вы говорили о том, что вначале все проверяют ногами. И если уже есть какой-то скрипт, на котором есть 40-процентная вероятность продажи. Вот вопрос именно в этой абстракции. Как произвести оценки, как нужно проверить? Потому что реальную статистику, чтобы примерно прикинуть и оценить статистически, за неделю ногами, я думаю, сложно собрать. Как делать эту заоценку шанса продажи? Смотри, есть такой подход бизнес на салфетке, когда ты примерно прикидываешь, не прям финмодель доскональную, с когортами, по месяцам. А ты поговорил, не знаю, с 20 людьми, дошел до них ногами. Ты понимаешь, кто они. Ты примерно представляешь, как ты можешь до них достучаться и где. Но если у тебя стартап для мамочек, ты понимаешь, что сейчас пойдешь в детские садики и объявления расклеишь. И достучаться до 20 мамочек тебе будет стоить очень дешево. А если у тебя стартап, который SEO крупных компаний предлагает какой-то сервис, например, упрощение финночетности какой-нибудь, то, наверное, достучаться до них это прям сложно. Это скрипты, это пробитие секретарей, это поиск контактов. Ты примерно прикидываешь, ну, такая верхнеуровневая оценка, сколько тебе затратится ресурсов, денег на то, чтобы 100 человек найти. Верхнеуровневая. Потом из этого понимаешь, сколько ты зарабатываешь с одного человека, и, соответственно, какая у тебя должна быть конверсия из пришедшего к человеку, в заплатившего тебе, чтобы у тебя экономика сошлась. Если она хотя бы в первом приближении сходится, ну, так, знаешь, процентов 70, можно двигаться дальше. Если у тебя вообще там по нулям, то, кажется, нужно как бы дальше прорабатывать. Кажется, не нащупал потребность. Значит, ты приходишь к целевой аудитории, говоришь, ребята, у меня для вас, у вас вот это там болит голова? Он такой, не болит. Ты говоришь, таблетка, норофен, купите, поможет. Он такой, да не болит у меня. И все, и продаж нет. Либо в ЦИА не попало, либо ценностное предложение плохое. И исключительно вот, нету рецепта. Есть отдельная наука, не наука, это такая сфера, называется юнит экономика, которая позволяет посчитать полностью вот это все. Лайфтайм вейлю, арпу, 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 кому интересно, почитайте там, много чего можно подчеркнуть. Вот на основании вот этих выкладок ты для себя примерно понимаешь. Ясно, спасибо. Друзья, еще вопросы? То, следующие. Да. Хотелось бы понять, вы говорили. Мне кажется, тебя и так слышно будет. Нет, нормально. Нет, нет. Вы тестируете гипотезы в IT, не имея продукта вообще? Не имея MVP вообще ничего? Просто спрашиваете у людей, как вы говорите, пришли ногами, что если вам обратную связь банально дали, сказали, да, купим, но по факту они покупают. Да, купим, это не является тест гипотезой. Вот, как тогда сделать без MVP, собственно говоря, тест гипотезы? Почему без MVP? С MVP? MVP это, ну, то есть, ты не даешь человеку, ты человеку помогаешь решить его проблему. Вот я очень часто в Альфе мы спорим, типа, давайте клиенту дадим на тестовой среде попробовать. Тестовая среда не решит его потребность. Он попробует и пофантазирует, насколько ему вот это будет удобно в его реальной жизни. Он должен попробовать в своей реальной жизни. Если человеку помню, MVP машины самокат. самокат, не нарисованный самокат, а самокат. Интерфейс ты можешь потестировать на листиках. Такой приходишь, смотри, две кнопки, куда нажмешь? Он такой сюда, ты такой, сейчас. Теперь вот это видишь, куда нажмешь. Ты посмотришь, насколько ему понятно, непонятно. Это да. MVP – это решение его боли. У тебя пример какой-то, видимо, есть, нет? Ну, есть, но это не так важно, просто… Интересно просто, если, давай разберем. Расскажи. Ну, финально, допустим, какие-нибудь обучающие курсы. Так. Любые. Так. Как можно протестировать потребность этих обучающих курсов, не имея их? Ты тематику курса знаешь? К сожалению, пока. Ты тогда тестировал гипотезу в том, что люди хотят обучаться. Кажется, это протестировали до тебя. Нотологии, всякие-то. Нет, конкретные темы. Конкретные темы и конкретная тема… Ты ее знаешь? Да, мы обойтись. Ну, там, например, учим питону. От нуля, ну допустим. Ну, собственно, и идешь и просишь, чтобы человек тебе денег заплатил. За что? За курс. За курс? Ну, курса этого по факту нет. А ты смотри, говоришь, ребята, такой поток, такой поток на два месяца вперед занято. Вам нормально будет? Через два месяца группа освободится, мы его сюда запишем. И у тебя есть ровно два месяца для того, чтобы этот курс сделать. Да, я понял. Это тоже вариант. Ну, то есть смотри, если человек тебе полез за деньгами, вот я тебе говорю, Дим, там, курсы по питону, я такой, блин, давно хотел. Сейчас. Вот начал доставать, но шанс, что я тебе отдам денег практически 100%. Потому что до момента сказать, стопэ, я все понял, вернусь попозже. И, в принципе, наверное, можно поставить там внутри галочку, что кажется, ему надо, потому что он готов был отдать деньги. Ну, не стопроцентно. Стопроцентно, когда я тебе дал, сказал, когда, ты говоришь, два месяца. И будет счастье. Извини, я еще, пока микрофон передайте. Ты когда с клиентами разговариваешь и спрашиваешь, собственно, что они хотят, ну, такой, КАСДЭФ, именно глубинное исследование, они тебе скажут, что я хочу научиться питону, потому что это не дает мне вырасти внутри моей компании. Или потому что все мои друзья пишут, а я, ну, типа, не пишу. Или потому что я хочу, ну, у меня там, как дипломная работа, мне нужно огромную массив данных обработать, а я не знаю, чем. Ты от меня вот эти слова услышишь, потом скажешь, курс по питону, который позволит тебе говорить в одном языке. И все, и как бы, мне не нужно, ты изучишь функции. Нет. Да. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ты говори о гипотезах, фактах. Ну, вот, у меня, допустим, есть какой-то человек абстрактный, но есть какая-то такая же абстрактная идея. И как ему перейти от этой идеи абстрактной к конкретным гипотезам, которые нужно уже проверить? То есть вот как, грубо говоря, сформулировать сами... А есть пример этой идеи? Я не думаю, что здесь кто-то украдет. Ну, можно дать любую идею, но, например, то есть идея кого-нибудь сервиса, который, допустим, сделает нашу жизнь лучше. Ну, это какой-нибудь онлайн-доплайн-сервис, то есть вы там нажимаете на кнопку, то есть вы там формируете, например, корзину свою в покупках в приложении, нажимаете на кнопку, и вам вечером уже все это у порога сойдет. Смотри, ты сейчас накидал немножечко фичей. Вот. Гипотеза на дна и в другом. Ну, в серии. Я не хочу выходить из дома, чтобы получить продукт или там еще что-то. Ну, такая гипотеза уже проверена вот коносом каким-нибудь. А во-вторых, ну, проверяется тоже очень просто. Если гипотеза в этом, ты предлагаешь сервис, и, ребят, скиньте мне список продуктов и откуда, я вам вечером привезу. Так же удобно, можно по диктофону на ФУ, по телефону на диктовать. Если люди тебе звонят и возвращаются, то кажется им это интересно. И готовы тебе. Ты приходишь такой, вот ваши продукты. Они такие, вот тебе деньги, вот чего это такое. Масштабируемся. Ну, я абстрактно. А тогда вот чем получается, отличается эта гипотеза от фичи, которую я предлагаю? Ничем. Просто гипотеза одна и фича. Ну, то есть, одна фича, одна гипотеза. Ты не можешь такую, я сейчас придумаю звезду смерти из тысячи гипотез и проверю ее одним MVP. Нет. У меня есть одна гипотеза, что люди нуждаются в чем-то. Я сейчас ее проверю. Сделал, у тебя что-то начало работать. Я такой, а теперь у меня гипотеза, что если я сделаю мобильное приложение, они будут счастливее. Для того, чтобы не писать мобильное приложение, я сделаю сайт с мобильной версткой, с базовой функциональностью. И предложу 10 людям. Если из них 4 будут пользоваться, я вложусь. И вот так вот. Тест непрерывный, да. Спасибо. Вот этот молочек, а потом у вас. Ну, я думаю, да, и все по времени. Спасибо большое. Меня зовут Ридар. Такой короткий вопрос. Допустим, вы являетесь производственным стартапером. И при проведении кастинг-девайлмента необходимым инструментом является такой крутой промо-сайт вашего продукта. Но промо-сайт, там, разумеется, подразумевается, что продукт еще не готов. И необходима предоплата. И предоплата эти, ну, ну, благодаря, там, какой-нибудь здоровенной теплотехнику вы хотите сделать. Ты сейчас кикстартер описаешь. Ну, вот, из того, что я слышал. Так. Вот, то есть, является ли достаточным инструментом и, тем более, когда вы пытаетесь выйти на рынок B2B. То есть, не на частные лица работать, а вы хотите, чтобы ваш продукт покупали в организацию, но вы никто. И на вас не обращать внимания, на ваш сайт тоже, скорее всего, будет один просмотр в год вашего сайта без рекламы соответствующего. То есть, как-то свой продукт и нести. Проще через акселератор, проще через... Смотри, показываю. ...инвестором ножками. Да. Ты для кого этот продукт? Это, видимо, какой-то топ компании. Ты приходишь, говоришь, Иван Иванович, как бы, кажется, я слышал, что у вас такая проблема есть. Он такой, есть. Так, говоришь, у нас есть клевое решение. Обсудим. Ну, или с кем мне поговорить. Вот вытекающий из меня отсюда вопрос. Так как вы сразу идете к достаточно матерым предпринимателям, следует ли до этого идею запатентовать, чтобы потом не остаться... День на жвачку не получить? В смысле, чтобы он увел у тебя идею и сделал сам? Ну, большинство... Есть много примеров, когда компании... Происходит такое микрослияние стартапа и компаний. И в итоге стартапа становился просто частью компании. Ну, и какой-то там отделок работал. А человека с паяльником застроили подписывать акты слияния? Нет, разумеется, нет. Ну, так не подписывай. Мэй, про моровство идей. Есть прекрасная цитата, которую я читал в почте, я могу даже где-то поискать. Когда мне пишет проект, второй кемп пишет, слушайте, у меня такая идея, которая позволит нам с вами, в смысле с банком, заработать миллиарды. Первая строчка. Уже интересно, да? Вторая строчка. Но я вам ее не расскажу, потому что вы у меня ее украдете. Конец письма. Я на первые два письма даже ответил. Ну, в смысле, за двух разных людей, а потом не расскажешь. Окей. Спасибо, что поделился. Вот это примерно про ту же самую штуку. Ты сделаешь свою идею, выйдешь на рынок и рано или поздно не узнают. Нет, разумеется, я буду рассказывать это и стартапу, и, значит, предпринимательству, с которым я буду иметь дело, если это необходимо. То есть, но вопрос к другому. Следует ли идея дает упатентовать? И в этом никакого смысла нет. Но идея будет рассказана в любом случае. В любом случае публика об этом узнает. Смотри, патент, насколько я знаю, это от 250 тысяч. Куча юридической волокиты, юрлицо, вот это вот вся-вся-вся история. Ты уверен, что твое решение решает потребность? Просто есть уже касса, мы давай проведем частично. Это круто. А как бы, смотри, давай приземлим, в известное, как бы, у людей болит голова. Я прихожу, даю им гильотину. Знаете, в известном анекдоте, лучше, если ты главный боли, гильотина. А как бы, касс деф проведен, потребность есть, решение не то. Ну, то есть, не помогает, ну, или помогает, но не пользуется. Ну, то есть, прям, что-то, что-то в этом ломается. А ты, как бы, патент на гильотину, какая-то, ну, 250 тысяч, вот так вот, сжег. Погрел рыбных. Есть деньги, как бы, сейчас, ну, нужен в ВВП стране, там. Ну, идею понял. Ты, ну, там, двум людям приди, продай, можно там, суперлояльным, которых ты знаешь, которых уверен, индей с ними подпиши, то есть, какая-то такая история. Если не скажут, слушай, огонь, вот вообще, прям, вот здесь можно доработать, нам очень нравится, ну, вот тут, ну, тогда патентуй. Если они попробуют, скажут, что, прям, что-то как-то не очень. Давай сейчас послушаем, я потом одну историю, короткую расскажу, это 30 секунд. Ну, если 30 секунд, то да, у нас осталась ровно минута, последний вопрос, короткий вопрос, короткий ответ. Ну, не подойди, кому интересно, потом, подойдите, я расскажу историю, про то, как ломается решение. Скажите, пожалуйста, как преодолеть возражения, а такое уже есть, потому что, ну, был Фейсбук, но ВКонтакте оказался в России более популярным, не знаю, были другие поисковики, Яндекс оказался, и вот есть такие вопросы с локализацией, например, у меня был стартап, с которым, ну, стартап-проект, с которым я ходила по Хакатону, связан с новостями на карте, и инвесторы были московскими, а в Москве, ну, интересные события, какие-то анонсы, они вот локализованы по городу, иначе, чем в Новосибирске, и в Новосибирске, это могло бы зайти, но мне не удалось доказать. Именно потому, что я не удалось доказать. то есть, такое уже есть, и да, практически любая идея уже есть в том или ином виде. Просто, если человек, если потребность есть, если он об этом говорит, значит, существующие решения его не устраивают. Существует ВКонтакте, потому что Фейсбук чем-то не устраивает его пользователей. Ну, то есть, он пришел, посмотрел, интерфейс мне нравится, некрасивый, непонятный, на английском, вот это все, друзья сидят у себя ВКонтакте, я не буду им пользоваться и уходят. То есть, надо как-то тестируют, поспрашивать, как еще взаимодействовать с сервисами, которые уже есть. Хорошие вопросы, какие критерии выбора у вас, почему не нравится там и почему нравится здесь. Что не устраивает в том решении, что вы вздумывались о том, чтобы его поменять. Там, порошок не отстирывает пятна, я хочу попробовать тайт. То есть, чтобы получилось уникальное торговое предложение, скажем так. Конечно. И ты приходишь, говоришь, ребята, смотрите, мы знаем, что не все зубные пасты одинаково полезны. Наша полезнее. Потому что, ну, как бы, это и дальше цитаты людей. Понятно, спасибо. Все, спасибо большое, коллеги.